Первый этап чемпионата РДС Восток прошел во Владивостоке. На Приморском кольце в новом сезоне дрифт-соревнований встретились как топовые гонщики, так и новички из городской лиги Дрифт Стрит Лигал. Всего 15 спортсменов. Открывали чемпионат по традиции одиночные заезды, а уже на следующий день зрители могли наблюдать за дуэлями. Как и всегда, мероприятие отметилось множеством красивых заносов, авариями и даже девушками-гонщицами, в стане которых в этом году прибавилась еще одна участница. По итогам двухдневных соревнований лучшим оказался пилот из Благовещенска Макар Черныш на своей Тойоте Чайзер. Гонщик показал лучшие результаты как в квалификационных, так и в парных заездах. В тройку победителей также вошла семья Седых, Максим стал вторым, а его жена Екатерина закрыла тройку призеров. Теперь гонщиков ждет второй этап РДС Восток, который состоится в конце мая в Хабаровске. Довольно скандально прошел вечер профессиональных боев ММА во Владивостоке. Международный турнир под эгидой Fight Night Global отметился девятью поединками, в которых поучаствовали как приморцы, так и спортсмены из Бразилии, Греции и Казахстана. В общей сложности на счету местных бойцов оказались пять побед, в числе которых и удержание Магомед Сайгидом Алибековым чемпионского пояса в легком весе. Отметим, что главный бой стал единственным полноформатным за весь вечер. Но после мероприятия большее внимание досталось другому поединку – реваншу между россиянином Владимиром Минеевым и бразильцем Майкелем Фалькао. Бой завершился скандалом благодаря судья Денису Сивоплясу. Рефери вовремя не остановил за чего Минеев почти две минуты избивал соперника после нокаута. Фалькао уже откровенно демонстрировал так называемую пассивную защиту, которая уже означает проигрыш. Но судья почему-то не обращал на это внимания, за что и получил шквал критики в свой адрес. Действия рефери осудил и сам Минеев, который сказал, что Сивопляс поразил его своей некомпетентностью и кровожадностью. Волейбольный клуб «Приморочка» завершил свой самый успешный сезон в истории. В последней двухматчевой серии наша команда встречалась с Нижегородской Спартой. Игры были лишь формальностью, так как при любом раскладе не влияли на турнирную таблицу. В итоге наши девушки разменялись с Нижегородцами, проиграв первую и выиграв вторую встречу. Там же в гостях «Приморочка» и получила свое заветное серебро чемпионата. Работало все. И с краев атаковали и первым темпом. За счет своей игры и победили. Конечно, доволен итоговым результатом. В этом сезоне подобрали хорошую команду, дружную. И за счет коллективной работы и добились такого результата. Стали серебряными призерами высшей лиги А. Победителем же чемпионата в сезоне 2016-2017 стала Череповецкая северянка. Бронза досталась Курскому политеху. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.